Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают СССР при работе над созданием Систем управления наземной и воздушной Военной техники Советский резидент в Вашингтоне Рудольф Абель Они добровольно Помогали Советскому Союзу Они были по существу Антифашистами и считали Что союзники Должны помогать друг другу в такой Сложной обстановке, чтобы разгромить Нацистскую Германию В Советском Союзе 50-е годы были временем расцвета После прихода к власти Крущева в стране началось Массовое жилищное строительство Граждане расселялись из коммуналок В отдельные квартиры Многие советские семьи уже могли Позволить себе покупку автомобиля И даже телевизор По вечерам Вся семья, да и соседи Стахановца Московского машиностроительного завода Павлушкина Забираются у экрана телевизора Не выходя из дому Можно побывать в театре Кино В концертных залах столицы В 1956 году Выступая на судьбоносном 20-м съезде КПСС Глава государства с гордостью Говорил о возможностях советской экономики Бурно развивающаяся тяжелая промышленность Позволила оснастить армию и флот Первоклассной техникой Крущев заявил Что мы готовы к будущим войнам Так как у нас есть и современные самолеты И ракетное оружие И непобедимый флот С середины 50-х годов На первое место по темпам развития Вырвалась радиоэлектронная промышленность Львиная часть заказов в эту отрасль Выступала со стороны ВПК В середине 50-х Системы управления боевой техникой Не только не уступали американцам Но даже превосходили их Война в Корее стала удобным полигоном Где потенциальные противники Впервые после начала холодной войны Проверяли друг друга на прочность Были косвенные схватки Это Корея, это Вьетнам И там проходило колоссальное соревнование Вот в одной из книг Которые недавно издали в Соединенных Штатах На перебежчиках к нам в Старой Сейберге Показывается, что в Корее вдруг оказалось Что МиГи-15 оказались быстрее И оружие у них было лучше, чем у Ф-80 Однако Америка уже была готова К новому технологическому рывку Изобретение Уильямом Шокли Транзистора на кремниевой пластине Открыло невероятный перспектив Возможности боевой техники Можно было усовершенствовать В десятки, а то и в сотни раз Первые послевоенные годы Конечно, мы обращали основное внимание Прежде всего на атомные Ракетные проблемы А открытие транзистора, безусловно, было огромной революцией Советский Союз не мог позволить себе отставание И Хрущев, и министр электронной промышленности Шокин Понимали, микроэлектроника станет краеугольным камнем создания нового сверхоружия В то время советские ученые уже активно работали с полупроводниками Довольно быстро, вслед за американцами На головном предприятии отрасли Пульсар Были созданы кремниевые транзисторы Однако железный занавес Поставил наших проектировщиков В жесткие условия Когда опустился железный занавес Советский Союз остался вообще в одиночестве Тогда все приходилось делать самим В это время В поле зрения советской разведки Снова попали два сочувствующих американских физиков Барр и Саран После побега из США Они успешно работали в Чехословакии Где участвовали в разработке бортовых компьютеров Для советских зенитно-ракетных батарей Однако в 56-м году Обстановка в Чехословакии заметно накалилась Ученых было решено переправить в СССР Правда под другими именами Теперь их звали Филипп Старос и Йозеф Берг В 1961 году Они возглавили одно из секретных КБ электронной техники В Ленинграде Которая получила название КБ номер 2 Они работали в Чехословакии Успешно провели решение ряда задач Их заметил министр авиационной промышленности Дементьев И с помощью Устинова Решили пригласить их в Советский Союз Тем более, что в Чехословакии ситуация изменилась В мае 1962 года Никита Хрущев посетил КБ-2 Старос показал ему образцы вычислительной техники И макет микроминиатюрной аппаратуры На бескорпусных транзисторах Она имитировала действия летчика При маневрировании в бою Хрущев был впечатлен И Филипп Старос Счел момент вполне благоприятным Чтобы заговорить о создании научного центра микроэлектрон Он был крайне необходим Для усиления обороноспособности страны Решение проблемы микроэлектроники уже назрело Решить ее можно было только Сосредоточив усилия Целого ряда институтов и заводов В одном месте Это знали целый ряд специалистов В стороне А Берг и Старос Ну, как специалисты из рубежа Только вынесли маленькую каплю Подтвердив, что это нужно было делать Благодаря совместным усилиям Министра электроники И группа видных советских ученых 8 августа 1962 года Хрущев подписал постановление О строительстве научного центра микроэлектроники в Зеленограде Его главной задачей Была ликвидация отставания от США В области высоких технологий Уже через год была создана первая отечественная интегральная схема Тропа Она стала основой при создании бортовых систем космических аппаратов Вскоре о достижениях СССР в этой сфере узнал весь мир Тропа Это первая интегральная схема гибридная Которая была сделана в Зеленограде Она облетела Луну и вернулась обратно После успешного дебюта на космической орбите Разработанные в Зеленограде микросхемы Стали активно использоваться при создании систем управления военной техникой В 1962 году коллектив КБ-2 под руководством Староса Представил свой первый образец бортового компьютера для военных самолетов под названием УМ-1 На испытаниях лично присутствовал министр оборонной промышленности Дмитрий Устин Однако в самый ответственный момент машина дала сбой Сложные системы, они с первого раза часто не принимаются в госкомиссии Поэтому произошли некоторые сбои И комиссия возобновила работу через некоторое время Но неудача не обескуражила ученых В 1964 году по заказу руководства ВМФ КБ-2 разработала многоцелевую систему узел Для дизельных подводных лодок Замена ламп на полупроводники Позволила в тысячи раз увеличить надежность аппаратуры Обеспечила ее мгновенное включение и безотказность работы Повысила точность и быстроту радиолокации Система узел использовалась на подводных лодках Вплоть до конца 20 века Американские инженеры, мечтавшие работать на благо социализма Оказались действительно полезны в СССР Их разработки стали одним из первых этапов в создании мощной бортовой микроэлектроники К концу 60-х годов в Советском Союзе была создана мощная система По разработке и производству микроэлектроники для всех типов стратегических вооружений Несмотря на то, что отрасль не имела таких резервов Как объединенный научный мир Запада Удавалось сделать почти невозможным Из небольшого количества схем Для сравнения, американцы выпускали их около 300 А мы не больше 40, советские конструкторы делали любую необходимую аппаратуру В 1967 году советские авиаконструкторы представили свою новейшую разработку С аэродрома Втушина поднялся в небо истребитель МиГ-25 В его конструкции активно использовались титановые сплавы Способные выдерживать сильные перепады температуры Последние возникали из-за рекордной высоты полета Впервые в мире советский самолет поднялся ввысь на 37 километров Мы смогли через первую учрительную машину «Орбита-1» тогда она называлась Создать как бы именно узел комплексирования всего бортового оборудования Создать электронный комплекс в полном понимании этого слова Это был настоящий прорыв Он стал возможен благодаря главному секрету МиГа Мощному бортовому компьютеру Уровень развития высоких технологий в СССР Запад впервые осознал в 1968 году На специализированной выставке в Париже Были представлены отечественные интегральные схемы Александр Васенков, возглавлявший нашу делегацию Был свидетелем потрясающего триумфа Великолепно, потрясает Мы поражены тем, что увидели Большинство посетителей сходятся в едином мнении Павильон Советского Союза лучший Ну, нас поставили куда-то на задворки Но, к счастью, рядом с нами был большой бар Напротив нашего стенда Вот, мы там сделали стенд И показали много интегральных схем И гибридных, и монолитных И различные другие переключатели Приборы, герконы И журналисты, так сказать Сидя в баре, выпивая Вдруг увидели Советский Союз И был гигантский бум Вот, кроме того, вышла газета О том, что Россия наступает Западные коллеги были настолько шокированы Что пригласили Васенкова В поездку на секретный объект После окончания выставки Руководитель фирмы Стенда на фирме Texas Instruments Пригласил меня На машине ехать в Ниццу Чтобы посетить завод Который был в Texas Instruments Они открыли нам все Потому что они увидели, что у нас есть то же самое В конце 70-х годов Александр Васенков Участвовал в проекте По разработке системы управления Для нового советского истребителя-перехватчика МиГ-31 Не имеющего аналогов мира На МиГ-31 Был создан бортовой комплекс Который мог определять Наличие противника Где-то на расстоянии Больше 400 километров И мог вести до 16 целей Одновременно И стрелять сразу по нескольки На протяжении 70-х и 80-х годов Главным заказчиком Научного центра микроэлектроники В Зеленограде Оставалось Министерство обороны Военные требовали Все новых и новых разработок Не всегда понимая Что за производством Только одной микросхемы Стоят десятки операций Однажды в присутствии Военной комиссии Васенков Попытался возразить На необоснованные претензии генерал Я возражал Потому что это срывало Все остальные планы Другие задачи Вот Ну мне там Какой-то генерал-полковник Сказал Ну сажать его надо Надо возвращаться К суровым временам Начиная с 70-х годов Микроэлектроника Стала одной из базовых Военных технологий Совершенно секретно 25 февраля 1972 года Вашингтон Министру обороны США Мелвину Лейрду По данным полученным Со спутника В Советском Союзе Проведены успешные испытания Системы ПРО С применением Новейшей противоракеты Она способна Эффективно Перекватывать Баллистические ракеты С многозарядными Боевыми частями Учитывая развитие Технологии В СССР Сегодня назрела Необходимость Уключить договор Об ограничении ПРО Он может стать Главным фактором Стратегической стабильности В мире Советник Белого дома По вопросам безопасности Дэвид Паккер В 70-е годы Электронные системы управления Стали обязательным условием При создании Всех систем вооружения В 1973 году Советский физик Жорес Алфер Получил Ленинскую премию За исследование В области Гетероструктур Это позволило Впервые Создать схемы Микроскопического уровня Полупроводниковая электроника Это не просто Научно-техническая сфера Это та область Техники Физики Технологии Которая определила В том числе И социальный прогресс Во второй половине 20-го века И это Движитель И экономики И социального развития Общества Поскольку Информационные технологии Без электронных компонентов Не могут существовать Вообще В 1981 году Произошел очередной прорыв В освоении космического пространства Советский транспортный корабль Союз Т Впервые произвел Автоматическую стыковку Его система управления Была разработана На базе Новейшей 16-разрядной Микро-ЭВМ Любой космический аппарат Он состоит Из Не только конструкции Но он состоит Из системы управления Он состоит Из исполнительных органов Системы терморегулирования Системы электроснабжения А все это Базируется На электронике На электронных приборах Вот И Конечно От уровня Вот электроники Зависит Конечно И качество Проекта Новые технологии Серьезно Укрепили позиции СССР На мировой арене Это вызвало Резкую реакцию Со стороны Америки В том же 1981 году Новый президент США Рональд Рейган Назвал Советский Союз Империей зла После словесных Выпадов Последовали И конкретные шаги В виде размещения В Европе Ракет средней дальности И сворачиванию Переговоров О сокращении Стратегических Наступательных Вооружений Между тем В научном мире Произошло событие Которое на первый взгляд Было далеко от политики Был создан микроскоп Который приблизил ученых К тайным созданиям материи Тогда В начале 80-х Никто еще не думал Что всего через 30 лет Это кардинально изменит Представление О возможностях Оружия И стратегии войны Вот примерно такой Сканирующий Туннельный микроскоп Был изобретен В начале 80-х Практически одновременно В Швейцарии И в Советском Союзе Его увеличение Составляет 100 миллионов раз Микроскоп Впервые позволяет Изучать Атомы Вещества Методом Сканирования Первые же результаты Опытов Показали ученым На пороге Каких великих Открытий Они оказались Новое устройство Позволяло видеть Атомы на поверхности Словно яблоки Разбросанные на столе Но главное Новый микроскоп Позволял не только Видеть Но и манипулировать Ими Произвольно выстраивая Атомы Человек мог сотворить Любое вещество С заданными Идеальными характеристиками Это открывало Фантастические перспективы В эпоху новых технологий СССР США И Европа Вступили практически Одновременно Новое открытие Позволяло работать С частицами Размером Миллиардные доли метра Их назвали Наночастицами От греческого слова Нано Скарли Возможность Выращивания вещества Снизу вверх От атомов К целому материалу Получило название Нанотехнологии В начале 80-х В СССР Были созданы Специальные лаборатории По изучению Нового явления Одна из них Работала на базе Физического факультета МГУ Грубо говоря У вас есть гвоздь И Исследуемая поверхность Или поверхность Наноструктуры Или наносистемы Вы с помощью Такого гвоздя Ну в бульгарном понимании Этого слова Можете сканировать Этим гвоздем По растру Как строки В телевизоре И получать изображение О структуре Поверхности В нанометровом масштабе Исследования В области Наноструктур Готовили почву Для переворота В микроэлектронике В США В это время Уже активно работала Так называемая Силиконовая долина В ней располагались Предприятия Специализирующиеся На высоких технологиях В этой области США И ведущие европейские страны Опережали Советский Союз В первую очередь Благодаря Серьезным Финансовым Вливаниям Перестройка Экономики В СССР Только увеличила Его отставание Рушились Налаженные Прежде структуры Научный центр В Зеленограде Был вынужден Сворачивать Большую часть Программ На фоне Серьезных Экономических Проблем В правительстве СССР Проходили Совещания По поводу Принятия Программы развития Нанотехнологий Считалось Что это одна Из важнейших Деятельностей Которая должна быть В науке И в технологиях В перспективе Но вы знаете Наши трудности Которые возникли После середины Восьмидесятых Годов И как-то это все Постепенно Сползло На нет В 1984 Году Кинопрокат Выходит Первый фильм Из трилогии О терминаторе Фантастический боевик О войне людей С роботами Обладающими Искусственным Интеллектом Во второй части фильма Один из героев Был сделан Из жидкого металла И мог по желанию Приобретать Различную форму Зрители Этот факт Не удивил Ведь речь шла О фантастике А там можно Встретить И не такое Однако ученым Уже в середине Восьмидесятых Стало ясно Что создание Чудо-материалов В том числе И жидкого металла Возможно В не очень Отдаленном будущем Там был Жидкий металл С памятью Форма То есть Как бы Терминатор Восстанавливался В том же Обличье В котором он был До того Как его Очередной раз Разрушали Ну я думаю Что Это Безусловно Элемент Фантастики Но Всегда Вот эти фантастические Идеи Они реализуются На практике Ну конечно Несколько другой формы В 1987 году В СССР Началась разработка Секретной программы Под названием Искусственный интеллект Ответственным за нее Был назначен Сотрудник Министерства Учислительной техники Александр Васенков Одной из задач Было Создание Беспилотного самолета Беспилотного Скажем Ну транспортной телегии Которая могла быть И БМП И танком Которая могла Определять наличие мин Видеть противника Выбирать местность Это была целая Большая программа К работе над этим проектом Были привлечены силы Всех крупных институтов страны Военно-промышленной комиссии Были представлены доклады О колоссальных возможностях Которые открывало данное направление Однако к началу 90-х годов Финансирование работ В сфере высоких технологий Практически прекратилось Между тем Министерство обороны США Уже ожидало Первых результатов Исследований в области Микроэлектроники И наноматериалов Нанопокрытие Нанопорошки Позволяют реализовывать Новые невиданные Ради свойства Ранее свойства То есть речь идет о том Что Техника Ну сейчас летательные аппараты Могут выдерживать Очень серьезные Большие перегрузки Которые свойственны Уполнению их Ледотехнических заданий Работать в условиях Повышенных температур Для которых Обычные материалы Те материалы Которые изготавливаются По традиционным Технологиям В общем-то Не приспособлены Совершенно секретно 25 ноября 1995 года Министру обороны США Уильяму Перри Изучив данные Предоставленные Лабораторией Передовых научных исследований Можно с полной уверенностью Сказать, что нанотехнологии Способны радикально изменить Баланс сил В большей степени Чем ядерное оружие Применение новых Конструкционных материалов В авиакосмической сфере Позволит выполнять Сверхсложные боевые задачи В том числе И разведывательного характера Член Объединенного комитета Начальников штабов Дэвид Джеремайя В 1996 году В России принимается Первая программа По развитию нанотехнологий В ней впервые Уделяется серьезное внимание Их применению В военной сфере Были впервые Спланированы Фундаментальные Поисковые работы Причем К уже названным Областям Развития Вооруженно-военной техники Можно отнести И развитие Нанотехнологий В области Электронной компонентной базы Были добавлены Вопросы Связанные С заметностью Вооружения Вопросы Связанные С разведкой Революционной Химической И биологической Обстановки Сегодня Наноэлектроника Позволяет сделать Почти идеальной Точность наведения И попадания Систем наступательных Вооружений Встроенные компьютеры Становятся Ничтожно малы Что в десятки раз Уменьшает размеры Военной техники Искусственный интеллект Может управлять Беспилотными самолетами И самостоятельно Решает боевые задачи Пехотенец Находясь в боевом пространстве Становится практически Неуязвим Скажем Можно или нельзя Сделать такую Такую оболочку Для нас В которой Ну рано бы Заживали сами по себе А может быть Даже не возникали Пример Да Вот Можно или нельзя Сделать так Чтобы Ну Солдатам Вообще Незачем было Бегать по полю боя А можно было бы Уже там В мозговых центрах Как-то сделать так Чтобы Оградить Население От Всяких Неприятностей Ведь за этим Тем же нужна армия Правильно? Как и во времена Холодной войны В третьем тысячелетии Жизненно важным Становится вопрос Кто первый Сможет Осуществить прорыв Изменения В области Стратегии И тактики Применения Вооруженных сил Следует ожидать Спустя 10-15 лет Когда И можно ожидать Создание Ныне Неизвестных Неприменяемых Систем Оружия Речь идет О микросистемной технике О микроаппаратах Вот Известны Такие понятия Как Живая пыль Умная пыль Которые Заставят Военную Науку И практику Искать Новые методы И способы Боевого применения Вооруженных формирований Сегодня Военные Могут строить Только Приблизительные Прогнозы Того Как изменится Военная стратегия Через 20-30 лет С каждым днем Ученые Преподносят им Все более Неожиданные Открытия С появлением Нанотехнологий Соперничество России и США Вышло на новый виток По заказу военных Ученые Начали исследования Сразу по нескольким Направлениям Экипировка солдат Системы связи Снижение заметности И робототехника К 2000 году Правительство США Получило Настолько впечатляющие Данные О возможностях Нанотехнологий Что эти работы Получили Государственное Финансирование В размере 500 миллионов долларов Всего через год Американцы Выделили на развитие Этих проектов Уже в три раза больше Программа под названием Боец 21 века Согласно ей К 2015 году Конструкторы должны Создать экипировку Третьего поколения С учетом новейших Научных достижений Униформа солдата будущего Станет сложным комплексом Микроэлектроники И наноматериалов Называется она сейчас Это Наноткани Так называемые Вот Что это за наноткани Это ткани Которые модифицированы Специальными частичками Скажем Или коллоидного серебра Или цинка Или еще чего-то Вот Которые позволяют Сделать так Что Ну не будет гангрена Ранения будут Но гангрены нет Потому как Не будут заводиться И жить Микроорганизмы Сотни микродатчиков Встроенных в шлем Будут определять Местоположение бойца Распознавать Замаскированного противника Передавать данные Видимые в прицеле автомата Прямо на командный пункт Форма превратится В некую молекулярную оболочку Которая будет Отслеживать состояние солдата И оказывать ему Необходимую помощь Российские ученые Уже имеют Опытные образцы Уникальных тканей Здесь может Сыграть существенную роль То что называется На современном языке Система сенсоров То есть это такие приборы Которые контролируют Состояние вашего организма Давление Состав Крови В данный момент Там выделение адреналина Функционирование там печени Других органов Для создания столь уникальных аппаратов Объединились Физика Химия И молекулярная биология Когда мы перейдем на наноуровень Эти объекты Можно будет совершенно Биосовместимым образом Внедрить в человеческое тело И у вас будет Как в современном автомобиле Такой разъем Вы подключаете Компьютер И он сразу видит Что с вашим организмом Более того Эта информация Может передаваться Телеметрически Беспроводным способом В боевых условиях И сразу Фиксировать Что поражено В крайних случаях И легче Оказывать помощь Чувствительность микросенсоров Напрямую зависит От свойств Невиданных До сели компонентов Углеродных нанотрубок При добавлении их В любой конструкционный материал Происходит удивительное изменение Его свойств В геродные нанотрубки Обладают уникальными Сорционными свойствами Ну например У нас в лаборатории Показано Что две молекулы хлора На миллион молекул воздуха Изменяет проводимость В геродных нанотрубок На порядок Это очень существенный эффект И нами ведутся работы На создание таких Сенсоров На различные газы Пары Токсических И обычных Леточек веществ В 1999 году В Зеленограде Был создан Уникальный научно-производственный Комплекс Нанофабрика Здесь Нашли способ Выращивать нанотрубки Различной формы В том числе И для нужд Военной промышленности Они похожи На сверхтонкие волоски Где толщина стенки Составляет всего Несколько агентов Эти волокна Становятся основой Для транзисторов В суперсовременных компьютерах Те комплексы Ракетного оружия Которые составляют Сегодня Основу Мощи Вооруженных сил России И Будут Приняты В ближайшем Будущем Это ракетные Комплексы Тополь И Булава Они используют Микросхемы Отечественного Производства Технологические Нормы которых На сегодняшний день Приближаются К уровню Нанотехнологий При создании Нанофабрики Было использовано Множество Российских Ноу-хау За ними В последние пять лет Ведется Настоящий охот Нам даже Трудно стало работать Особенно За последнее время Видимо Какая-то Известность О наших результатах Имеется И Особенно Проявляет Остороженность И повышенное внимание Это японские делегации Делегации С Южной Кореи С Тайвани И Они оснащены Очень Здорово Когда они Прослушивают Наше Лекции Сообщения Здесь И конечно Все фотографируют И записывают За повышенным Интересом Иностранных Специалистов Скрывается Не только Стремление Сэкономить На разработке Собственных Технологий Вот такие Отечественные Микросхемы Сегодня Составляют Начинку Новейших Видов Вооружения Размеры Их транзисторов Всего 0,35 микрон Приближаются К стандартам Наноразмерных Структур Тот факт Что выпуск Этих супер Современных Схем Освоен в России Является одним Из важнейших Показателей Обороноспособности Нашей страны Они ни в чем Не уступают Зарубежным Аналогам И позволяют Оперативно Решать вопросы Модернизации Боевой техники Новые микросхемы В сотни раз Увеличивают Мощность машины Уменьшают Ее вес И габариты Но главное Позволяют Одновременно Решать Десятки задач В том числе В условиях Реального боя В 2003 году Пентагон Нашел Удобную площадку Для испытания Опытных образцов Высокоточного Оружия Там В Ираке Там взаимодействуют Две цивилизации Одна из них Традиционная Старая Никаких там Нанотехнологий Ничем там Абсолютно Не пахнет И новая Но Если У американцев Погибло 3000 солдат То если Посчитать Сколько же Погибло Иранцев То это Порядки Разница Вот и разница В технологии В ходе войны В Ираке Американцы Показали Всему миру Как будет Выглядеть В общих чертах Высокотехнологичная Армия Будущего Один Солдат Защищен Фантастически Другой Только Собственной Совестью И там Ловкостью Вот больше Он ничем Не защищен Вот и разница Зачем же Нужно Работать С какими-то Мелкими Частичками Зачем Разбираться Вот затем Чтобы не попадать Вот в такие Неприятные ситуации Чтобы продлить Эксплуатацию Боевой техники Ученые Приступили К созданию Самовосстанавливающихся Систем Любая ткань Будь то Танковая броня Или шлем Из прочного пластика Восстанавливается Как в живой природе Снизу вверх То есть Путем Самовыстраивания Атомов В нужную структуру Как оказалось Тот же процесс Можно стимулировать И в человеческих тканях Я думаю Что так как Это мы видим На Фильмах Про пришельцев Когда раны Так на глазах Стягиваются Наверное Это действительно Фантастика Но Использование Наноматериалов Биосовместимых Безусловно Будет способствовать Залечиванию Вот сейчас В частности Моя группа Работает Над Созданием Наноматериалов Которые Обеспечивают Ускоренное Восстановление Нервных тканей Нервных волокон Сегодня В действующую Армию России Уже начали поступать Уникальные материалы Созданные С использованием Нанотехнологий Например Новое защитное покрытие Которое На порядок Снижает Заметность Наземной Боевой техники Внешне Материал Напоминает Еловые ветки Он легок И поразительно Прочен Когда-то Исторически Действительно Мы Буквально С фотоаппаратом Фотографировали Елки И смотрели Вот Как бы нам Сделать материал Хотя бы Внешне Похожий Та пушистость Которая Напоминает Елочку Она имеет Большой Глубокий Физический Смысл Потому что Вот длина Этих Иголочек Условно говоря Она тоже Была рассчитана Под тот Радар Наиболее Распространенной В технике Средств Обнаружения Российские Конструкторы Решили Сложнейшую Задачу Закамуфлированный Объект Полностью Неотличим От фона Это достигнуто С помощью Точного Расчета Уровня Поглощения На экране Радара Отражается Не черная Дыра А именно Тот Климатический Фон Который Окружает Боевую Технику И рассчитана Таким образом Чтобы Наибольший Пик Поглощения Приходился Как раз На длину Этой Елочки Пушистой То есть В оптическом Смысле Она действительно Похожа На растительный Фон А в электродинамическом Она обеспечивает Необходимые Условия Мягкого Входа Электромагнитные Валны В апреле 2004 года Массачусетский Технологический Институт И армия США Официально Представили Институт Армейских Нанотехнологий Через год В России Было сформировано Управление Развития Базовых Военных Технологий И специальных Проектов Обе Супердержавы Готовятся К технологической Революции И принципиально Новым способом Введения войн Если Рассматривать Развитие Технологическое А оно Немыслимо Без Нанотехнологий Страна В которой Вот этого Не будет Она будет Политическим Ничтожеством Самым Что ни на есть Натуральным Да Вот И здесь Не спасет Ничего Ни запасы Нефти Или газа Ты будешь Просто Действительно Чисто Никем В ходе Войны В Ираке Беспилотные Разведчики США Передавали Видеизображение Боевых сил Противника Сразу На личный Дисплей Командира В режиме Реального Времени Это позволяло Мгновенно Принимать решения И уничтожать Цели За считанные Секунды По заказу Пентагона Разработанные И подводные Военные роботы Они похожи На небольших Крабов И способны Выполнять Задачу Разведки А также Обнаруживать И уничтожать Подводные Мины Особенно Много Разработок С применением Нанотехнологии Создано Для увеличения Возможности Пехотинца Недавно Пентагон Получил Первые Образцы Экзоскелета Механизма Имитирующего Работу Мышц Человека Это позволит Совершать Солдатам Гигантские Пробежки Прыжки И преодолевать Препятствия Высотой В несколько Метров Понимая Всю важность Применения Нанотехнологий Правительство России Также Вкладывает В развитие Новых Проектов Огромные Средства К 2015 Году Наше Государство Рассчитывает Достичь Объема Продукции В наноиндустрии На сумму Около Одного Триллиона Рублей Сегодня Нанотехнологии Становятся Ключевым Звеном В развитии Сложнейших Систем Управления Обнаружения И защиты Боевой техники И личного Состава Станет ли это Гарантией Мира Или приведет К еще Более Опустошительным Войнам Вопрос Ближайшего Будущего Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин